Продолжение следует... Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение. И разрешите представить вашему вниманию редкое клиническое наблюдение – это поражение центральной нервной системы при хроническом лимфолейкозе. Женщине 48 лет после перенесенного ОРВИ был выполнен анализ крови, и в этом анализе обнаружен лимфатический лейкоцитоз. При иммунофенотипе периферической крови был выявлен хронический лимфолейкоз, выполнено КТ грудной клетки брюшной полости, узлы до 3 см, достаточно умеренный лимфатический лейкоцитоз. И пациентку оставили под наблюдением. Но через месяц у пациентки появились жалобы на головную боль, сильную головную боль с эрадикацией в затылочную область, прогрессирующие интенсивностью, которые не купировались анальгетиками, сопровождались они тошнотой и рвотой. И в течение месяца эта боль не стихала, а наоборот нарастала, и больная была направлена на дообследование в НИЦ-онкологии. При обследовании выявлена лимфоаденопатия до 3,5-4 см, периферических и забрюшинных лимфатических узлов, печень селезенка не увеличена. В миелограмме 80% лимфоцитов с иммунофенотипом хронического лимфолирикоза с яркой экспрессией CD20. Учитывая такую не совсем укладывающую иммунофенотипическую картину, было выполнено иммунофенотипирование трепанобиоптата, гистологического субстрата. И не обнаружена экспрессия циклин Д1, более того, сделана фиша исследования для исключения транслокации 11-14, которая обнаружена не была. При осмотре офтальмологом у больной альтернирующие косоглазия, нестагм, застойные явления на глазном дне. И выполнена магнитно-резонансная томография, и выявлен лептоменингит, есть поражение оболочек и внутричерепная гипертензия. Больная была госпитализирована в неврологическое отделение Калининградской области. При исследовании ликвора в лимбальной пункции цитоз 564 клетки, лимфоциты составляют 88%, и исключен инфекционный характер поражения центральной нервной системы. Больная получала симптоматическое лечение, включающее в себя противовирусную терапию, это ацикловир, дексаметазон 24 мг в сутки и анальгизирующую терапию с выраженной положительной динамикой. Прошла головная боль, но сохранялась диплопия, разностояние глазных яблок, нестаг при взгляде вправо, и больная была вновь направлена на дообследование в НИЦ-онкологии. При поступлении умеренный лимфатический ликоцитоз, 19 тысяч лимфоцитов 79%, без особенностей в биохимическом анализе, единственное, что немножко повышен уровень ЛДГ, в миелограмме 70% лимфоцитов с иммунофенотипом хронического лимфолейкоза, сохраняется лимфоаденопатия периферических и забрюшинных лимфатических узлов порядка 4 см, печень селезенка не увеличена, при исследовании спинномозговой жидкости цитоз 200 клеток, из них 100% лимфоциты, при иммунофенотипировании иммунофенотип CD5-позитивной лимфомы с яркой экспрессией CD20. При микробиологическом исследовании спинномозговой жидкости роста аэробной, факультативно анаэробной флоры дрожжевых грибов не получено. ДНК цитомигаловируса и вирусов герпеса также не обнаружено, но обнаружен ДНК вируса Эпштейна-Барф в количестве 342 копий. И морфологическая картина и иммунофенотип лимфоидных клеток спинномозговой жидкости и костного мозга одинаков, аналогичен и соответствует хроническому лимфолейкозу. Таким образом, у больной установлен диагноз хронического лимфолейкоза с поражением периферических забрюшинных лимфатических узлов центральной нервной системы по типу нейролекемии. Что из прогностических факторов? Уровень бета-2 повышен 3,3, но меньше 3,5. Мутационный статус ВИА-генов мутированный вариант. Дилеция 17-й хромосомы не определяется. Транслокации 11-14 не обнаружено. При стандартном цитогенетическом исследовании выявлен клон с трисомией по хромосомам 12, 18 и 19. Мутации в гене-ночь-1 не обнаружено. Мутацию ТП-53 не была выполнена по техническим причинам. Статус до конца ТП-53 неизвестен. И IPI по результатам имеющимся составляет 2. Из сопутствующих заболеваний это артериальная гипертензия, риск 2 умеренный. И нарушение ритма в виде синусовой тахикардии и КОК, несмотря на то, что статус хороший за счет ЦНС и КОК все-таки 2. Поражение центральной нервной системы это крайне редкое явление. И встречается менее чем у 1% пациентов. Прогностическое значение данного явления до конца неизвестно, не ясно. В рекомендательных системах, таких как ЭСМА, НССН, российских клинических рекомендациях, отсутствует указание по тактике ведения и лечения таких пациентов. Разрозненные случаи есть, описано в литературе. Но все они носят, конечно, один-два случая, единичные. Но авторы единодушно приходят к мнению, соглашаются с этим, что стандартная иммунохимиотерапия приносит кратковременный эффект и недостаточный эффект. Характеризуется низкой эффективностью. В клинике МИО в течение 15 лет наблюдалось более 4 тысяч пациентов. 172 пациента, это 4%, имели неврологическую симптоматику. Из них только 33 имели клиническое значимое, связанное с хроническим лимфолейкозом. Причем 18 это был ХЛЛ, 15 это был синдром Рихтера. Среди ХЛЛ только 6 пациентов имели менингиальное поражение, остальные имели паренхематозное. Но тем не менее, авторы отмечают, что в ликворе лимфоидные клетки с фенотипом ХЛЛ имеют право быть. И они из 172 пациентов обнаружили это у 58%. Но это не обязательно клинические значимые проявления, связанные с хроническим лимфолейкозом. У 40 пациентов, это 1%, это были инфекционные осложнения, у других это были аутоиммунные осложнения, или же не связанные с ХЛЛ причины, такие как та же деменция или делирию. Если у пациента есть хронический лимфолейкоз, клетки в ликворе имеют право быть, но это может быть клинически незначимая ситуация. А клинически значимая ситуация с поражением оболочек, это на 15-летний опыт у них получилось 0,4% пациентов. И использовались различные режимы терапии, антрациклин содержащие, пуриновые аналоги, высокие дозы метатриксата, высокие дозы цитарабина, и приносили достаточно незначительный эффект. И общая выживаемость пациентов с ХЛЛ, с поражением ЦНС и с синдромом Рихтера составила 12-11 месяцев соответственно. Сообщения носят разрозненный характер, и наибольшее количество сообщений, это вот 4 пациента с поражением ЦНС, с поражением менингиальным, поражением ЦНС по типу нейроликемии. Пациенты получали и высокие дозы цитарабина, и высокие дозы метатриксата, ретуксимаб, интертыкально вводились в цитостатики. И тут же авторы подчеркивают, что не приносило это никакого эффекта, то есть цитоз в ликворе сохранялся. И был назначен ибрутинип уже после различных режимов, и практически все пациенты получили хороший эффект. Цитоз ушел у всех пациентов, полная гематологическая и неврологическая эмиссия, и отсутствие неврологической симптоматики были у трех пациентов. И таким образом, конечно, наш выбор склонился к терапии ибрутинибом, но в спинномозговой жидкости был обнаружен вирус Эпштейн-Бар в количестве 342 копии. Реактивация вируса Эпштейн-Бар – это частое пострансплуатационное осложнение, которое способствует развитию пострансплуатационных лимфопроливеративных заболеваний, которые часто являются причиной смерти в раннем пострансплуатационном периоде. В рекомендациях ЕСИЛ, это Европейская конференция по инфекциям при лейкозах, в ней четко прописан контроль за Эпштейн-Бар. Как смотреть, каким методом, через сколько, но отсутствует предписание по лечению. И ряд авторов показывает, что упреждающая анти-CD20 терапия ретоксимабом снижает частоту развития лимфопроливеративных заболеваний пострансплуатационных и происходит эрадикация вируса Эпштейн-Бар. 110 пациентов после ало-трансплантации с реактивацией вируса Эпштейн-Бар. Среднее число введений ретоксимаба 3 в диапазоне от 2 до 8 и у 95% пациентов удалось избежать развития пострансплуатационного лимфопроливеративного заболевания и достигнута эрадикация вируса Эпштейн-Бар. 222 пациента с реактивацией Эпштейн-Бар, 35 нуждались в терапии ретоксимабов. И лечение было успешно у всех пациентов. Таким образом, с 10 июля начата терапия в составе ибрутиниба и ретоксимаба. Но буквально через 2 дня возобновляются головные боли. Конечно, испугались, что случилось, почему, неэффективность, расстроились. И выполняется МРТ. И мы видим пансинусид. В то же время положительная динамика от 2 приемов ибрутиниба и от 1 люмбальной пункции со стороны оболочек. Конечно, на момент терапии больная получала антибактериальную противогрибковую терапию. Там была стриптококковая флора. И на момент антибактериальной противогрибковой терапии доза ибрутиниба была снижена до 140 мг в сутки. То есть терапию мы не отменяли ни при каких условиях. И уже буквально через 20 дней мы имеем положительную динамику в отношении синусида и дальнейшую положительную динамику со стороны оболочек головного мозга. Таким образом, больная получала ибрутиниб и ретоксимаб. С третьего курса был добавлен винитоклакс с пятинедельным этапом эскалации дозы. То есть дозу 400 мг пациентка получала с четвертого цикла. Для чего? Прогноз все-таки неясен и ближе к плохому. И неизвестен статус мутации ТП-53. И для того, чтобы сделать терапию конечной. И производились люмбальные пункции, их всего было 5, с интертыкальным введением только дексаметазона. Цитостатики не вводились. И при люмбальной пункции исследование спинномозговой жидкости буквально через 10 дней. Приема ибрутиниба и одного введения ретоксимаба. Ликвор прозрачный, цитоз 70 клеток. Вирус Ипштейн-Бар уже на данный момент не определялся. Перед шестым циклом на пятой люмбальной пункции. Ликвор прозрачный, количество клеточных элементов 0, цитоз не определяется. Более того, выполнено иммунофенотипирование и клеток CD5+, CD5+, не выявлено. От динамика снижения уровня цитоза в спинномозговой жидкости вводился только дексаметазон. И произведена оценка заболевания после шестого и после девятого циклов. Трехкомпонентная схема ибрутиниб, винитоклакс и ретоксимаб. После шестого цикла достигнут полный метаболический ответ по данным ПЭТКТ. Полная резорбция изменений оболочек. То есть достигнута неврологическая ремиссия по данным МРТ головного мозга. После шестого цикла костный мозг сохраняется относительно лимфоцитоз 17% и не удалось, ввиду все-таки малого количества Б-клеток, не удалось посмотреть минимальную измеряемую болезнь. Но уже после девятого цикла нормализовалось количество лимфоцитов и не определяется минимальная остаточная болезнь. Лечение продолжается. Планируем 24 курса комбинированной терапии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Татьяна Евгеньевна. Мы начали выбиваться из регламента, поэтому, может быть, я предлагаю вопросы оставить потом. И, наверное, может быть, я сейчас продолжу вот эту вот тему, запущенную Татьяну Евгеньевну, а потом мы еще обсудим, с вашего позволения. Спасибо. Здравствуйте еще раз, дорогие коллеги. Но я позволю себе продолжить начатую тему хронического лимфолейкоза с поражением центральной нервной системы. И здесь буквально несколько слов я резюмировала по поводу данной пациентки, что мы имеем. Мы имеем с вами достаточно молодую женщину, у которой дебют заболевания, в общем-то, как нам казалось, классический. Первая стадия РАИ, ранние фазы заболеваний, совершенно небольшая лимфоаденопатия, небольшой лимфоцитоз. В дальнейшем было проведено дообследование, и мы не видим неблагоприятных никаких моментов. Это мутированный вариант хронического лимфолейкоза, отсутствие дилеции 17П. Цитогенетика стандартная тоже пациентке выполнялась, потом я покажу. Не было никаких находок дополнительных, поэтому стандартная группа риска. Но буквально через месяц после постановки диагноза у пациентки возникает поражение ЦНС, исключаются все возможные вирусные и бактериальные грибковые инфекции. На начальном этапе ничего не обнаружено. И цитоз нам позволяет говорить о том, что это также картина хронического лимфолейкоза. И вот здесь мы видим ту терапию первой линии, которую получала наша пациентка. Комбинированная тройная терапия, достигнута полная моб-негативная ремиссия. Ну, казалось бы, все хорошо, что мы можем здесь с вами обсуждать. Редкая ситуация, удачная по настоящее время терапия. Но, тем не менее, мы можем с вами поговорить здесь и о диагнозе, о терапевтической тактике вообще, и о дальнейших перспективах данной конкретной пациентки. И в качестве диагностики, конечно, когда мы сталкиваемся с какими-то нехарактерными проявлениями, редкими, мы всегда думаем о тот ли диагноз у нашей пациентки. И иммунофенотипирование клеток периферической крови было выполнено в Санкт-Петербурге. Поэтому мне удалось раздобыть первичные данные иммунофенотипирования. И что обращает здесь внимание? Мы видим с вами, что здесь достаточно выраженная экспрессия CD20, нехарактерная для хронического лимфолейкоза. Кроме того, мы видим, что здесь отсутствует экспрессия CD43, которая, наоборот, очень характерна для хронического лимфолейкоза, но на которую мы обычно внимания не обращаем, потому что мы привыкли, что хронический лимфолейкоз – это CD5+, CD23 и слабая экспрессия CD20. Это то основное, на что мы ориентируемся. Кроме этого, здесь у пациентки CD200 присутствует характерная для хронического лимфолейкоза, и также выраженная экспрессия CD81, что, в общем-то, тоже не совсем характерна для хронического лимфолейкоза. Нам дают наши специалисты по иммунофенотипированию заключение, что это похоже на хронический лимфолейкоз, но их смущают все-таки какие-то определенные моменты. Что мы знаем? Ну, здесь вот приведены данные по типичному хроническому лимфолейкозу, наш РИК, обобщенные данные CD5+, CD23+, слабая CD20 – классический вариант хронического лимфолейкоза, но встречаются и атипичные формы, и если мы видим с вами какой-то дополнительный атипичный параметр, тоже такое может быть при хроническом лимфолейкозе, порядка 20% случаев. И о чем мы можем здесь говорить? Вот посмотрите внизу уже, если мы обсуждаем атипичный вариант. Вот CD20 – редко, но бывает все-таки нормальная или выраженная экспрессия. CD43- практически не бывает, хотя бывает иногда очень слабенькая экспрессия. CD40- может быть характерна для лимфомы маргинальной зоны и для лимфомы из клеток мантии. То, о чем мы сразу же думаем у наших пациентов, потому что бывают случаи, когда мы не можем правильно поставить диагноз, чтобы не упустить мантийно-клеточную лимфому. Ну, и CD81, то есть в основном характерно умеренная экспрессия для хронического лимфолейкоза, но выраженная также для мантийно-клеточной лимфомы, для лимфомы маргинальной зоны, CD200, в общем-то, нам все карты сбивают, потому что CD200 практически никогда не встречается при мантийно-клеточной лимфомы, хотя очень редко, там около 5% может быть, ну и при маргинальной зоне тоже может быть. Поэтому здесь, конечно, картина иммунофенотипирования, она не классическая. Здесь какой-то атипический вариант все-таки хронического лимфолейкоза, если мы о нем говорим. Есть особенные случаи. Конечно, наши коллеги московские, тоже об этом подумали. Сделали гистологическое и моногистохимическое исследование костного мозга. Но вот результата такого вот развернутого, чтобы почитать, что же там при моногистохимии у меня не было. Но что было интересно, что в костном мозге при цитогенетическом исследовании первоначально было выявлено 8% клеток с транслокацией 11-14. Тоже у меня нету этих данных первичных, что это было за исследование. ФИШ – это одна история. Или это цитогенетика. Тогда это совсем другая история. Потому что если мы оцениваем 20 метафаз, например, то 8% клеток – это одна. Соответственно, одна клетка – это не клональные изменения. Поэтому мы не можем трактовать никак этот результат. И пациентка самостоятельно поехала в Санкт-Петербург. И она обследовалась у нас в Институте переливания крови. Лаборатория молекулярной генетики руководителя Ирины Степановны Мартанкевич. И они сделали стандартное кариотипирование клеток периферической крови с двойной стимуляцией. Выявлен нормальный кариотип. 20 метафаз получилось посмотреть. И при ФИШ транслокации 11-14 выявлено не было. на этой пациентке. И также было дополнительно выявлено на дилетцию ТП-53. Также не обнаружено. Поэтому, ну, все-таки, наверное, мы не можем здесь говорить. С учетом того, что эциклин Д1 был отрицательный по иммуногистохимии. По крайней мере, о лимпонии эциклеток мантии говорить не приходится. Хотя мне, конечно, очень хотелось поиграть с диагнозом и сказать, что вы неправильно поставили диагноз. Здесь что-то другое. Но все равно какой-то осадок относительно этого случая остается. Но, тем не менее, все-таки, ну, вероятнее всего, это хронический лимполейкоз. Ну, ликвар подтверждает нам те же самые ситуации. Ну, и дальше на этом можно было бы, наверное, закончить мое выступление. Потому что никаких стандартов по лечению хронического лимполейкоза с поражением центральной нервной системы в настоящее время не существует. Это действительно редкое осложнение. До 2% случаев описываются клинические проявления. Хотя при аутопсиях поражение ЦНС выявляется до 71% случаев. То есть какие-то проявления, какие-то клетки хронического лимполейкоза могут быть. И бессимптомные тоже проявления они встречаются. И все авторы показывают, что такое исследование проводилось. Раньше считалось, что продвинутые стадии хронического лимполейкоза сопровождаются с поражением ЦНС. Сейчас уже все больше и больше говорят о том, и наблюдения клинические говорят о том, что на ранних стадиях встречается в основном, и мы увидим нашу пациентку с вами, и в том числе у нелеченных пациентов. Поэтому редкое проявление, но даже ранние стадии и первичные пациенты не застрахованы от этого поражения. Ну и время постановки, от момента постановки диагноза хронического лимполейкоза до поражения ЦНС, оно варьирует, и в среднем медиана составляет 4,5 года. Поэтому на любом этапе мы можем с этим столкнуться. И вот раньше то, что показывала Татьяна Евгеньевна, считалось, что это ограничивает выживаемость наших пациентов. И действительно, медиана выживаемость составляла где-то около 12 месяцев после подтверждения симптомного поражения ЦНС. Эти данные уже Татьяна Евгеньевна показала, я не буду подробно останавливаться на них. Но 0,4% в этой популяции в клинике МОИО было симптомного поражения центральной нервной системы с выживаемостью порядка 12 месяцев. Очень низкие результаты. Но так как авторы проанализировали большую категорию пациентов, всего 18 пациентов, из такой вот больше нескольких тысяч было подтверждено поражение, к чему они склонились? К тому, что иммунофенотипирование позволяет нам выявить клетки хронического лимфолейкоза в ликваре. Но не всегда наличие этих клеток является поражением специфическим центральным нервной системой. Специфичных составляет всего 42%. Потому что клетки хронического лимфолейкоза тоже могут переноситься в ликвар, если имеется какой-то воспалительный компонент. Поэтому воспаление может проявляться этими моментами. Также мы должны помнить о том, что может быть контаминация периферической крови. И именно поэтому, когда мы оценим иммунофенотипирование, всегда нужно смотреть внимательно на заключение, нет ли там эритроидных клеток. Потому что если есть эритроциты, то, считай, все, мы с вами, скорее всего, попали в очаг контаминации. Ну и, как я уже говорила, симптомное течение может быть достаточно частым, просто мы его не улавливаем, не всем больным, конечно, мы делаем, у нас нет таких показаний. Поэтому, когда мы пытаемся поставить диагноз специфического поражения центральной нервной системы, мы должны взвешенно проходить. И здесь нам наши американские коллеги предлагают алгоритм, если есть неврологическая симптоматика, мы должны сделать МРТ-диагностику. И дальше мы должны, если у нас есть какие-то подозрительные очаги, мы должны идти или на биопсию, если это возможно, если нет каких-то факторов риска, или выполнять уже люмбальную пункцию с ее детальной очень оценкой для того, чтобы исключить дополнительные моменты. И если это симптомное поражение, если мы все возможные причины и исключения, то это является уже показанием для проведения терапии. Какой терапии, это остается вопрос, системной или только интеротекальной. Я повторяю, что четкости сейчас нет. Наши пациентки проводила стройная и проводится стройная терапия. Мы уже об этом говорили. Что хочется сказать. То есть вот последние полтора месяца, конечно, я занималась тем, что искала, что есть. И действительно, есть статьи, их немало, но все они посвящены одному-двум случаям. Очень мало каких-то обзорных статей, четких алгоритмов нет. Прогностическое значение не обредено. Раньше считалось, что это плохо. Сейчас уже есть наблюдение, когда выживаемость у пациентов очень хорошая после банальных интеротекальных введений метатриксата, например, поэтому неизвестно. Нужно ли лечить ХЛЛ системно, если есть ЦНС-поражение, тоже никто не знает. Тоже нет таких рекомендаций. Хотя наши коллеги из РИК склоняются так еще не 100%, но все-таки уже начинают говорить о том, что симптомное поражение ЦНС – показание для системного лечения хронического лимфолейкоза. Ну и варианты лечения, что бы вы ни выбрали, вы окажетесь правыми. Потому что раз нет рекомендаций, мы можем делать то, что мы считаем нужным, то, что у нас есть в доступе. Обсуждается радиотерапия, тотальное облучение головы. Это интеротекальное введение метатриксации цитеробина-дексаметазона. Некоторые авторы даже высокодозные метатриксации с цитеробином проводят. Это ФСР, также может применяться и брутинип, и венитоклакс. Ну, в общем, описывается все, что угодно, без каких-либо детальных проработок. И вот я хочу ретроспективную когорту 30 пациентов вам предоставить. Тоже опыт наших коллег. Вы видите здесь, как пациенты лечились. 30 пациентов, совершенно разные лечения. 20 пациентов, это первичные пациенты, которые имели поражение. И только 10 пациентов были с рецидивирующими формами. И вот здесь в основном мы видим программу ФСР. И здесь все пациенты живы, не достигнуты у них. Они не получают второй линии. И медиана времени до следующей линии у них также не достигнута. Ну, и также есть пациенты, которым приводилось, видите, единичные больные, высокодозный метатриксат, какие-то другие химиотерапевтические режимы. Единичные пациенты, которые получали и брутиниб, а также вводился и глюкокортикостероиды, и монотерапия ретоксимабом. И тоже медиана, видите, времени до следующей линии терапии, она от одного месяца, если только монотерапия ретоксимаба, ну и даже до 39 месяцев, если мы комбинируем химиотерапию с интертикальными введениями. Ну и здесь у нелеченных пациентов пятилетняя выживаемость у нас общая составляет 72%. У рецидивирующих пациентов 48%. И если мы говорим о беспрогрессивной выживаемости, то 43% пятилетняя выживаемость для больных, не получавших ранее никакое лечение. И никто из больных с рецидивирующими формами не переживает пятилетний порог. Вот такие вот результаты. И, наверное, самый такой большой обзор, просто я показываю вам здесь, как он выглядит. Это собрано 68 различных статей, 4 абстракта с 74 по 2018 годы. Сюда включено 106 пациентов. Каждый отдельный пациент разбирался авторами отдельно. Тоже наши американские коллеги, вы видите, они показывают и возраст, и полустадию заболеваний, и те варианты лечения, которые проводились. И вот я красным отметила очень длительный период общей выживаемости у пациента, который получил интертикальный метод рексат с цитозаром и тотальное облучение, например, головы, и системную терапию хлорбутином. Вот у него выживаемость 86 месяцев у этого больного составила. Есть также неплохие выживаемости комбинации хлорбутин с методрексатом 48 месяцев, да. Но в основном, конечно, периоды выживаемости очень низкие. Начали уже пациенты получать и брутинип, тоже выделили на ней. Видите, здесь несколько пациентов. И все пациенты ответили на терапию и брутинипом. В основном это монотерапия. Вот один больной получил интертикальный метод рексат. Период выживаемости здесь также отметен. Он еще небольшой, от 3 до 18 месяцев. Но просто период наблюдения за этими пациентами еще на момент публикации он был вот такой. То есть все больные были в ответы. К сожалению, обновленных данных вот по этим случаям, каким-то, что сейчас больными, их нету. Ну и вообще вот в этой вот когорте исследования, да, общая выживаемость, общая, вот если посмотрели пациентам, 9 месяцев составила от момента симптомного поражения ЦНС. Связи никакой нету со стадией заболевания. Как я уже сказала, все пациенты ответили на терапию и брутинипом. И то, что готовится к публикации сейчас, это данные исследования ИРИК, в котором наша страна принимает участие. Вот наш центр под руководством Евгения Александровича Никитина, вот Мария Игоревна здесь присутствует, тоже включилась в это исследование. 15 центров, 9 стран. Здесь оценка ретроспективной когорты 28 пациентов с хроническим лимфолейкозом. Там еще более Рихтера, но я их не взяла. И также здесь вы видите первичных пациентов 9, рецидивирующих 19 сюда включилось, да, медиана времени 46 месяцев, то есть то, что в ранний период нам показали, да, и, соответственно, то лечение, которое получали пациенты. Здесь есть пациенты на ибрутинибе первичные, есть уже пациенты, которые получают винитоклакс и окалобрутиниб. И здесь, посмотрите, выживаемость, да, составляет, в общем-то, результаты лечения хорошие, особенно если это пациенты в первой линии, порядка 70% больных отвечают на лечение. И медиана учивая выживаемость пока 89 месяцев. То есть эти результаты показывают, что не такой уж и плохой прогноз, наверное, за счет тех больных, которые начали получать уже современную инновационную терапию. Что касается лечения нашей пациентки, комбинированной терапии, ну, по крайней мере, двойная комбинация, ибрутиниб с винитоклаксом, исследование ГЛОУ, вы видите, уже доступны достаточно такие серьезные результаты при медиане наблюдения 57 месяцев. И 90% пациентов с мутированным вариантом после 15 месяцев терапии остаются без признаков прогрессирования. У нашей пациентки мутированный вариант, у нее с точки зрения хронического лимфолейкоза есть все шансы. А исследование ФЛАЕР это моб-ориентированный подход, период лечения, двойной период от момента достижения моб-негативности, подтвержденной в костном мозге. Четырехлетние данные, 94% беспрогрессивная выживаемость. И если мы посмотрим с вами на пациентов с мутированным вариантом, то беспрогрессивная выживаемость здесь порядка 94,5%. То есть очень хорошие результаты дает фиксированная по длительности терапия в такой категории пациентов. Но у нас же еще поражение ЦНС. И как здесь сыграет абрутинип? Известно сегодня, что он проникает через гематоэнцеполический барьер. В его случае описано применение лимфомы из клеток мантии, макроглобулиновыми в англистроме, первичные лимфомы ЦНС, хронический лимфолейкоз. А дальше как его скомбинировать? Опять есть случаи, которые комбинируют в монорежиме, есть случаи, которые комбинируют с химиотерапией, с ретоксимабом, с энтротекальными введениями, без энтротекального введения. Но на сегодняшний день действительно все те авторы, которые его применяют, говорят о том, что это лучше, чем наилучшая доступная терапия до таргетных препаратов. Венитоклакс. Также уже показано, что он проникает через гематоэнцефалический барьер. Есть случаи лечения ЦНС-поражения при ХЛЛ и неэффективности ибрутенибом, и он оказывает свою эффективность, или добавление венитоклакса к ибрутенибу приводит к полным моп-негативным ответам, если ибрутениб дал частичный ответ. И да, действительно, описываются случаи, что можно и ЦНС-терапию остановить. И венитоклакс также исследуется в разных комбинациях. Пока результатов каких-то, хоть хотя бы одного, нету, но это комбинации с ибрутенибом, и с ленолидомидом, и с ритуксимабом, и с прочими моментами. Поэтому тактика у пациентки, она выбрана, ну, можно сказать, правильная, оптимальная, наиболее современная сегодня. Да, поэтому, скорее всего, мы будем продолжать лечение у этой пациентки. Сколько лечения продолжать? 15 месяцев, как нам показывает ГЛОУ, или, может быть, это будет более длительный период, там, да, 24 месяца. Это уже на усмотрение врачей, на переносимость терапии. Ну, и что мы можем сделать для этой пациентки, на самом деле, при прогрессировании? Никто не знает, что сделать с поражением ЦНС при прогрессировании после таргетных терапий. Но мы можем повторить эту комбинацию, если мы ее отменим. И сегодня Мария Игоревна говорила о чувствительности к винитоклаксу. Это очень полезные данные. Ну, и, конечно, у нас остается опция, это аллогенная трансплантация костного мозга. На сегодняшний день мы такую опцию для пациентки не предлагаем, потому что все-таки мы не считаем, что это ХЛЛ высокого риска 2. Да, она ответила сейчас на таргетный агент, у нее нет ТП-53. Соответственно, если у нее будет рецидив, наверное, нужно будет пойти на лечение, интратекальное или другое, и уже решать вопрос на трансплантации костного мозга, хотя протипировать ее можно. Ну, и будущие перспективы у нас также не определены, хотя есть данные о том, что картоклеточная терапия может быть эффективна, по крайней мере, при каких-то лимфомах ЦНС это уже исследуется. Ну, и дальше все то, что сейчас разрабатывается для хронического лимфолейкоза, возможно, также мы в перспективе будем иметь и для ЦНС поражения. Я благодарю вас за внимание. Вот у нас в Петербурге начинаются белые ночи, поэтому вам такое питерское настроение весеннее. Спасибо. Да, Мария Олеговна, спасибо большое. Она как модератор закончила вот разбор этих случаев. Пожалуйста, коллеги, у кого есть еще желание что-то, может быть, обсудить, подчеркнуть? Еще раз. Да, пожалуйста. Ирина Владимировна, поскольку это больной с нашей клиники, мы с Татьяной Евгеньевной очень нервничали, когда принимали решение, что с ней делать. Как обычно я поступаю, значит, у меня звонок другу, я звоню всем, кто занимается хроническим лимфолейкозом, начинаю спрашивать, как поступать в такой ситуации. Но, вы знаете, я хочу вспомнить еще один клинический случай, который у нас был. Это касалось случаев молодой тоже женщины около 50 лет, у которой был Т-клеточный лейкоз из больших гранулярных лимфоцитов, которая спокойно наблюдала со своим лейкозом, не требовала лечения. И потом у нее появились головные боли, непонятно почему, и неврологи ее посмотрели, скогнение нет. Лейкоз, лейкоз, идите отсюда. Значит, она пришла к нам, и мы сделали, МРТ там ничего не нашли, мы думали, давайте сделаем люмбальную пункцию. Батюшки, сделали люмбальную пункцию, а там плавают эти самые лимфоциты. Тогда мы были, наверное, не очень, мы были более зелеными, не очень понимали, что они имеют право там плавать. Мы стали нервничать и вводить туда метатриксат. Я никогда не забуду вот этот случай. Татьяна Евгеньевна, наверное, его тоже помнит, больного вела Фололеева Наталья Александровна, я вот так хорошо помню. Мы делаем люмбальную пункцию, вводим туда метатриксат, цитоз как был, вот так он и остается. Один, первый случай, второе, то есть одно видение, второе видение, абсолютно никакой реакции. Голова как болела, так и болит. Но самое удивительное, что цитоз не менялся ни на одну клетку. После третьей люмбальной пункции сведения метатриксат мы перекрестились, поняли, что больше не надо этого делать. Значит, и снова послали ее уже в институт неврологии, более так серьезной. В итоге там у меня оказалась какая-то неврологическая проблема, типа, да, совершенно не связанная с лейкозом, которую пролечили, и головная боль прошла, и лейкоз как был со своих гранулярных лимфоцитов, так он и остался. Думаю, что цитоз как и был, так и остался. Поэтому это очень такой вот случай. Я еще раз хочу подчеркнуть вот этот момент, об этом говорил Мария Олеговна, что они имеют совершенно право там плавать, в любой спинной жидкости находиться, как периферической крови, так и спинномозговой жидкости. Если нет клинических никаких признаков и это не связано, то, наверное, вот не надо и нервничать. Наверное, у вас тоже были, да? Блюдаешь, жди тогда. Да, наблюдаешь, жди. Ну, в общем, это не является, в общем-то, показанием, тем более для того, чтобы вводить метатриксат. Метатриксат интрафикально от головы более не помогает. правильно? Правильно? Да. Метатриксат я как раз нашла работы, что они без эффекта все. Нет необходимости вводить цитостатики вообще. Вот эта работа с ибрутинибом, она показала, что они вводили, вводили, вводили бессмысленно. Точно так же, как и нас. Хотя там было доказанное поражение лептоменингиальное ЦНС. Одно дело, когда это с инфекцией связано, или там с другими аутоиммунными причинами, как вот в клинике. Мы видим, 58% у больных есть в лимбальной пункции лимфоциты с фенотипом ХЛЛ. Но это клинически незначимо, и лечить их нужно от других причин. Не нужно лечить, это не поражение ЦНС при ХЛЛ. В общем, тут такая тонкая грань. 6 человек только было на 4100. Остальные были Рихтер, и остальные были паренхематозные поражения. И вот они чаще было, чем... Татьяна Евгеньевна, вот они и говорят, вот эта клиника МОИО, которые сделали вот этот 4000-й анализ, они и разработали вот этот алгоритм диагностики. Должно быть симптомное поражение, бессимптомное мы вообще не трогаем, даже лазить туда не надо, лезть не надо в ликвар. Но если есть симптомное поражение, даже если ликвар показывает фенотип хронического лимфолейкоза, надо искать другие причины, надо делать МРТ, и вообще биопсию желательно... 33 ХЛЛ, а 40 с инфекциями. 40 с инфекциями с фенотипом ХЛЛ в ликваре клеток. И их как бы лечить надо от инфекции. Что касается ибрутиниба, как Вы совершенно правильно подчеркнули, сейчас мы его широко стали использовать при различных других нозологиях, в частности, с первичным и вторичным поражением центральной нервной системы. Есть много работ, где он включается уже в протокол для лечения первичных больных с высокими дозами метатриксата. Вот там такая работа, как обычно наши китайские коллеги представили данные, вот ибрутиниб с высокими дозами метатриксата у больных с первичной лимфомой ЦНС. И, в общем-то, этот препарат, конечно, безусловно, очень перспективный в этом отношении. Вот, да, Гаина Сергеевна, это Вы сказали, действительно, очень много работ и исследований клинических проводятся по первичной лимфоме ЦНС или по ДБККЛ. Но насколько мы можем экстраполировать это данные хроническому лимфоликозу, потому что все-таки первичная лимфома ЦНС это агрессивная лимфома. Это другая биологическая опухоль. Поэтому с ХЛЛ это все еще впереди, мне кажется, мы будем смотреть, учиться, потому что индолентные лимфомы, ну, вот мы только что фолликулярные разбирали, да, это совершенно другая какая-то история. И то, что работает с первичной, не работает с индолентной или наоборот. Поэтому тут конечно, А использование, понимаете, вот в такой ситуации, когда не все доказано, агрессивной терапии, ну, в общем, это конечно ошибки наши, но они могут быть чреваты. Понимаете, вот там метатриксаза, да потом еще тотальное облучение, а где, так сказать, потом ментальный вообще, как потом человек живет. Понимаете, поэтому, конечно, здесь вот, но здесь нужны базовые знания. Вот понимаете, наверное, очень хорошо, что сегодня вот так четко еще раз подчеркнуто, что да, клетки, которые являются полностью отражением диагноза, да, гематологического в гематологии, в онкогематологии, они действительно могут находиться везде. И одно дело, когда мы видим в клинике, другое дело, когда этой клиники нет. Конечно, очень трудно в клинической, то есть просто в реальной ситуации рассматривать вот это головная боль, как ее, да, вот как, это клиника или не клиника? Вот, пожалуйста, когда у нас... Ну, там была четкая клиника, там была офтальмологическая клиника, все, да, но вообще надо аккуратно относиться. совершенно, я поэтому еще раз вспоминаю этот случай, подчеркиваю, аккуратнее относиться к ситуации нахождения, даже иммунофенотипически доказанных клеток в ликворе, к этому надо относиться всегда. Нужно базово понимать, что это, в принципе, патологическая норма, так скажем, да, это факт, который может быть. Вот, поэтому, мне кажется, что очень интересно, и спасибо огромное за предоставление этого случая, потому что, во-первых, это редкость, это действительно не, в общем-то, встречается не очень часто, и поэтому мы вот приветствуем разборы на наших лимфорумах таких необычных клинических ситуаций, вот, а во-вторых, вопросов по сути достаточно много возникает, и нам это очень хорошо. Елена Владимировна, можно я еще одно маленькое замечание? Да, все, при всех лимфомах все клетки имеют право плавать везде, угодно, за одним единственным исключением. Клетка Штерберга не умеет лазить нигде, кроме как в лимфатической системе. Поэтому, если вы в ликвеле найдете клетки Штерберга, не верьте этому, это быть не может. Я правильно говорю, Вадим Валентинович? Вадим Валентинович меня поддерживает, как всегда. Спасибо. Можно я комментарий еще сделаю? Вот у меня все-таки, знаете, у меня вот эта вот история с диагнозом. Вот мы обсуждаем ЦНС-поражение, а меня все равно волнует Галина Сергеевна, диагноз этот. Потому что я не говорю, что здесь уже неправильный диагноз, я сказала. Мне очень хотелось, чтобы он был другой, но не получается. Но я просто призываю всех врачей, нас, да, из регионов, из Петербурга, из Москвы, всех, читать внимательно заключение иммунофенотипирования. Мы все привыкаем читать заключение, а сам результат не читаем. Но в результате мы можем увидеть какие-то интересные моменты, которые запустят поиск, даже пускай у нас окажется неправильным, но тем не менее мозговая активность всегда бывает полезна. И еще то, что я не сказала, вот я торопилась, там Татьяна Евгеньевна отметила, вот Ирина Степановна не подтвердила цитогенетикой никаких поломок. А здесь еще была информация, что трисомия 12, 19, 18 хромосома. Да. Почему я не обратила на это внимание? Я вам сейчас скажу, почему я даже не включила это. Потому что три поломки это по идее комплексный кариотип. Комплексный кариотип это другая история. Но там было проанализировано проанализировано всего. Я же внимательно посмотрела первичное исследование цитогенетическое. У меня оно в доступе было. Проанализировано три метафазы всего. И в одной метафазе одна поломка, в другой другая. То есть сказать, что это клон, ну мне кажется, это неправильно. То есть мы не можем сказать клон, когда у нас в двух клетках нет одной и той же поломки. Тут всего проанализировано три метафазы клеток. То есть это вообще... Да, я помню, что мы не знаем данные по мутации. Да, редко встречаются практически единичные тоже случаи, когда не мутированный вариант и мутация ТП-53. Но тем не менее у нас... Этот случай надо срочно описывать в международном журнале. Вы будете первыми, кто опишет комбинацию такой терапии. Можно я еще... По поводу комплексного креотипа можно один момент сказать. Комплексный креотип, в который включается трисоми 12 и 19, считается благоприятным клиническим случаем. Это множественные трисоми, конкретно эти два нарушения, они не позволяют нам вообще говорить как неблагоприятным фактором именно об этом комплексном креотипе. Я еще хочу сказать в пользу подтверждения диагноза. В общем-то, мутированные ВИЧ-гены, наверное, я не могу придумать никакой другой опухоль, кроме хронического лимфолиакоза, который может так протекать в данной ситуации. Поэтому я считаю, что мутированный вариант тоже в пользу хронического лимфолиакоза и говорит о нем. Спасибо, Елена Александровна. Ну что, мы... Да. У вас есть комментарии, Вадим Единич? Ну, если у меня уже 10 минут, лампочка горит, и никто ее не видит. А я скромно молчу, то что? Мы вас слушаем. Мария Олеговна на меня смотрит периодически, но обращается к ГНС Сергеевне, которая, видимо, более интересна, чем я. Ну что делать? Я исправляюсь, Вадим Ильич. Да, 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 спасибо. Вообще, на самом деле, среди мелкоклеточных лимфом, это как-то не очень афишируется, но есть лимфомы, которые вообще не помещаются в определении, или в критерии диагностики вот чего-то определенного. потому что ну, есть там какие-то опорные пункты для диагноза, да, 20 ДИМ, 5,23, 81, капа лямбда, так, по-моему, это все выглядит. Ну, хорошо, 81 не такой, а если еще к этому 5 не такой, тогда что? Вот нигде не написано, сколько мы можем допустить аберраций, чтобы всерьез задуматься о том, тот ли это диагноз или не тот. И так везде, на самом деле. И в том числе в группе мелкоклеточных лимфом. Я бы сказал, что я поддерживаю Марию Олеговну в том, что поскольку ситуация фенотипически такая чуть странная, то было бы целесообразно просто собрать все фенотипы, включая иммуногистохимический фенотип. А иммуногистохимический фенотип обычно предполагает, особенно в сложных случаях, оценку экспрессии ЛЕВ-1. И вот потом посмотреть на это вот абсолютно комплексно. Причем я тоже проточникам верю, но я всегда прошу, чтобы мне показывали ДОТ-плоты, потому что вот эту вот сеточку, которую делит ДОТ-плот на сектора, они же устанавливают произвольно. И вот чуть вверх, чуть вниз ситуация меняется. ДИМ превращается в не ДИМ, а что-то, чего не было, вдруг появляется и так далее, и так далее. Мне кажется, что с диагнозом здесь не так все прямо ясно совсем. Но, конечно, лучший из возможных вариантов это хронический лимфолейкоз с очень аберрантным фенотипом, на мой взгляд. Еще я хотел, извините, я тут буду выступать как такого хранителя основ русского языка, в докладах иногда звучало, как мы будем лечить мутацию 17П, а как мы будем лечить там, значит, такой-сякой клон. Ну, уважаемые коллеги, я понимаю, что в профессиональной аудитории можно лечить все, что угодно, и все друг друга понимают очень хорошо. Но мы, когда говорим, мы, когда говорим, мы рассчитываем не только на тех, кто уже все понимает хорошо, но и на тех, кто еще недостаточно что-то понимает. И поэтому, когда мы будем им в уши вкладывать и в головной мозг вкладывать лечение клона, я боюсь, что через год-другой 5-10 лет это приведет к непредсказуемым результатам. Так что я призываю всех хранить верность русскому языку. Спасибо. Владимир Валентинович, спасибо огромное, такое хорошее заключение, вне всякого сомнения, мы в своей практике действительно себе допускаем, во-первых, на мой взгляд, излишнее использование аббревиатуры, которые тоже не все всегда понимают и многое другое. Да, когда мы среди своих, мы имеем некие тенденции, которые не должны быть традицией. Их нужно, безусловно, с ними надо бороться. Коллеги, спасибо огромное за эту вторую интересную сессию. Мы сделаем с вами перерыв до двух часов и сейчас начинается симпозиум Астрозенеки. Спасибо. Спасибо большое. Мы молодцы, мы уложились, даже сэкономили три минуты перерыва. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok